У нас замечательный гость Александр Фёдоров, мастер по стринг-арту, а стринг-арт это вот это оно и есть. Да, что же это такое и с чем его можно сравнить, прямо сейчас мы узнаем. Доброе утро. Доброе утро. Стринг-арт, как я понимаю, это гвозди и нити, правильно? Да, это такое искусство, то есть с помощью гвоздей и ниток создаются картины, то есть забиваются гвозди, наматываются нитки в определенном порядке, либо хаотично и получаются картины. Друзья, мы уже рассмотрели, пока шли новости, вот эти картины, это что-то потрясающее. Это вот автопортрет автора, да, это Александр сделал сам себя, но посмотрите здесь. То есть похоже, похоже, друзья, смотрите, похоже, покажи нам Александра. Да, да, похоже, похоже, Амбасоцкий, Сальвадор Далей, либо это могут быть вот какие-то такие очень простые, но очень трудоемкие произведения, да? Да, то есть от двух минут там, да, какой-то забить гвоздики, то есть до часу, до портрета я делаю, то есть неделю могу какой-то делать портрет. То есть вот этот портрет неделю, да, примерно у вас ушел? Да, но я не сижу, допустим, два часа, да, то есть я постучу, дальше там что-то поделаю, другую картину. Но у вас это хобби или это ваш заработок? Сейчас это мой... Или это хобби, который приносит заработок? Ну, как говорится, да, сделай хобби и работай, и никогда не будешь работать, то есть, да, получать удовольствие. То есть сейчас это мой заработок, я учу детей, взрослых, то есть провожу мастер-классы, как это, что это, то есть подсаживаю Челябинск на молоток. Хорошо, вот вы говорите, я постучу, а соседи не против такого заработка? Один раз всего с соседями мне постучали, да, то есть около 11 часов я так что-то заработался, А так нет, в определенное время, в принципе, стучу, да, мои стуки не так даже слышны, как какие-то там ремонтные работы. Как их дискотяйки. Хорошо, скажите, пожалуйста, максимальный размер картины, которую вы можете сделать? Сейчас я работаю над картиной, над репродукцией художника, то есть Ван Гога, делаю картину, ну, практически 80 на 60, да, такой формат А1, вот, я только несколько, наверное, ну, практически неделю забивал гвозди, выпрямлял их, и сейчас, наверное, пару недель я буду все это наматывать. Сидеть, то есть и с 7-го числа я представлю эту картину, то есть Челябинскую. А как давно вы вообще занимаетесь этим искусством? Занимаюсь недолго практически, то есть сегодня ровно 13 месяцев, как я забил первый гвоздь. А, вот так вот, вы начинающий специалист. Смотрите, ну, допустим, все равно вот скоро праздники, да, вот такая вот замечательная Валентинка, она бы подошла в качестве подарка, да? Презентника, да. Да, такого маленького презентика, а у вас вы продаете свои работы, то есть у вас можно что-то купить? Да, конечно, все работы, которые здесь представлены, которые, то есть у меня есть на сайтах где-то еще, то есть можно все купить, все это заказать, можно сделать своими руками, это даже просто такой мастер-класс. Хорошо, если я это куплю, сколько это будет стоить? 250 рублей, вот такое сердечко. Отлично, а если я к вам приду на мастер-класс и сделаю такое сердечко, сколько будет для меня стоить мастер-класс? Средний мастер-класс от 400-500 рублей. Я покупаю сердечко. Зависит от размера, то есть это маленькое, там делаются побольше, вот такие за два часа набивают, вот единорожку делают, что-то такие интересные картины. Ну что ж, да, вот у нас тема лучший подарок, это вот правда будет лучшим, самое главное, неожиданным подарком, сюрпризом, это очень красиво, ну, я думаю, ждите заказов. Необычно. Да, ну действительно, и знаете, на самом деле это очень приятно на ощупь, вот эти вот гвоздики, да, для развития мелкой моторики, вот эти натуральные нити, и для всех, кто любит все натуральное, ну, конечно, гвозди здесь не совсем натуральные, но они настоящие, железные гвозди. Запомните, это называется стринг-арт, и занимается это Александр Федоров, и он нам поведал, что это все замечательно, и вот это настоящая красота. Стринг-арт, запомните это словосочетание. Александр, вам огромное спасибо за то, что нас удивили и показали такую красоту. Ну, а вы пока стучите, продолжайте стучать и радовать нас своими замечательными работами.